Девушки отдыхают Рэй Чарльз видел мир таким, каким его не видел никто. То, что ты видишь, я слышу, например, калибри за окном. А я ее не слышу. Ты заметила? У нее замерло сердце. Он ломал барьеры, которые все считали нерушимыми. Если ты хочешь, чтобы я сделал что-то необычное, мне нужны свои музыканты. Хорошо, но тебе придется постараться, чтобы проект раскрутился. Я постараюсь, а там как будет, так и будет. Он играл то, что больше никто не осмеливался играть. Еще никто не соединял ритм-блюз и госпел. Вы превращаете божьи звуки в музыку для секса. Порту вам всем, Гаэль. Если вы хотите, чтобы я продолжал, скажите все вместе Аминь. Аминь. Ты знаешь, я за тобой весь вечер наблюдаю. Стоит ему взять женщину за руку, и он уже знает, симпатичная она или нет. Как дела, Рэй? Круто, детка. Кинокомпания Universal Pictures Из-за наркотиков ты все потеряешь. Представляет историю удивительной жизни. Рэй, это не Индиана. Наши юристы сделают все. Человека, который бился упорнее. Выходя за эту дверь, я остаюсь один на один с темнотой. Человека, который шел дальше. Я пытаюсь сделать то, что в музыке и шоу-бизнесе не удавалось еще никому. Чем кто-либо мог представить. Мы предлагаем вам самые лучшие условия. Раз уж я сам буду продюсировать свои записи, может быть, вы передавите мне в собственность моей мастер-пленки? Мы не делали ничего подобного. Таких условий нет даже у Синатра. Да. Джейми Фокс Рэй Фильм режиссера Тейлора Хэксфорда Скоро на экранах Ты думаешь, я ему нравлюсь? Конечно, сестра. Как же иначе? У тебя появилась возможность стать любовницей короля Англии. Сегодня ночью. Так вот, значит, где спит король Англии. Две сестры сразятся. Я не предавала тебя, ты же об этом знаешь. Я не знаю, что ты сказала или сделала. Но мужчина, который не знал о твоем существовании, вдруг влюбился в тебя до беспамятства. За любовь короля. Каким он с тобой был? Нежным. Доставь ему наслаждение. Если сумеешь. Да что вы знаете о великих мужах? Я бы узнала величие, увидев его. А здесь вы его не видите? Пока я его ищу, милорд. А, вот же. Нашла. А я нахожу, что вы изменились, Леди Англии. Отдайся же мне прямо сейчас. О большем я и не мечтаю. Что я должен сделать взамен? Жениться. Я могу ей верить? По мотивам романа-бестселлера Филиппа Грегори. Мы живем в опасные времена. Отсутствие наследника престола ослабляет королевскую власть. Скоро все узнают правду, что я не могу иметь детей. Ах, ты ведьма. Ты проклята. Злая ведьма. Я растерзал эту страну ради тебя. Ты моя единственная надежда. От этого зависит моя жизнь. Натали Портман. Скарлетт Йоханссон. И Эрик Баннер. Ты здесь ради нее? Почему? Она моя сестра. Еще одна из рода Болейн. Смотрите на экранах. Только представь. Компьютер превратится в произведение искусства. И каждый захочет иметь его у себя дома. Что если вместо круга избранных им смогут обладать миллионы? Тогда, очевидно, произойдет мощнейший тектонический сдвиг. Именно. Ты хочешь невозможного. Я вас когда-нибудь подводил? Постоянно, черт подери. Тогда у меня нет выбора. Акции Apple стоят 441 миллион долларов. А мы с дочерью живем на пособии. Это не мой ребенок! Неужели не видишь, что она твоя копия? Скоро узнаем, действительно ли можно назвать тебя Леонардо да Винчи. Или это только иллюзия. Ты единственный, кто смотрит на мир так же, как я. Никто не видит мир таким, как ты. Затаив дыхание, все ждут маг. И что люди будут с ним делать? Я не закончила. Вот это. Распоряжения противоречивы. Не признаешь правил, унижаешь подчиненных. Совет директоров считает, что компания более не нуждается в твоих услугах. Я изобрел будущее, сидя в гараже. Потому что творцы создают, а посредственности голосуют. Работа не должна быть смыслом всей жизни. Пожалуйста, не забывай про дочь. Только я один знаю, что твой шедевр — это ты сам. Есть какой-нибудь план? Он появится, когда ты будешь к этому готова. Свершилось. Возвращение суперзвезды. Один из основателей — Стивен Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс возвращается в Эппл. 20-й век запомнится двумя событиями. Победой союзников во Второй мировой войне и этим. Дамы и господа. Стив Джобс. Стив Джобс. Джон Нэш был одним из выдающихся умов своего поколения. Добро пожаловать в Принстон. Кто из вас станет новым Эйнштейном? У меня появилась совершенно уникальная мысль. Только так я смогу заявить о себе. Только так я чего-то добьюсь. Он видел мир. Где Нэш? Вон там. Пишет свою уникальную идею. Таким, каким никто его не представлял. Выбросаете вызов теории, которой 150 лет? Поздравляю, Джон. Это достижение всей жизни. От продюсера Брайана Грейзера и режиссера Рона Гобарда. Интересно, профессор Нэш. Вы поужинаете со мной? Вы же едите, верно? Как велика вселенная? Бесконечно. Почему ты в этом уверен? Не знаю, я просто верю. Я думаю, это уже из любови. Вы дающийся дар. Что я могу сделать для Министерства обороны, который разрывал его? Вы лучший дешифровщик, которого только встречал. Ты оказал огромную услугу стране, сынок. Его мозг был готов. Забирайся. Да что это с тобой? Расстаться с реальностью. Кто-нибудь, помогите. Джон, открой дверь. Поговори со мной. Скажи, что случилось. Этого не было. Это не то, о чем я думал. Я не уйду. Хватит. Вы никогда не выпутаетесь сами. Почему нет? Скажите, почему? Мне необходимо верить, что невозможное может произойти. Дримвокс Пикчерс, Юниверсал Пикчерс и Имиджен Энтертеймент представляют. Помоги мне. Путь одного человека к величайшему из открытий. Хочешь знать, где настоящий? Вот настоящий. Обладатель Оскара Рассел Кроу. Обладатель Оскара Эд Каррис и Дженнифер Конноли. Возможно, это хорошо иметь глубокий ум, но гораздо важнее иметь рядом любящее сердце. Игры разума. Снятый на основе биографии Джона Форбса Нэша-младшего. В следующем году ты станешь самым востребованным автором в Голливуде. Что сделает тебя самым высокоплачиваемым сценаристом в мире? Где подписать? Коммунизм не просто далекая угроза. Его самые опасные агенты рискают здесь, в Голливуде. Их необходимо разоблачить. Это наши главные враги. Обвинение. Почему кино? Почему мы? В нашем деле мы постоянно работаем под прицелом обнести предателей. Поймав нас на слове, они делают себе славу. Моя 35-миллионная аудитория читателей хочет, чтобы предатели были уволены. Арест. Мистер Трамбо, являлись ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии? Меня обвиняют в преступлении? Подсудимый признает свою вину в оскорблении Конгресса. Черный список. Ни одна киностудия не станет иметь дело с коммунистом. Они не имеют права. Мы будем делать то, чего от нас никто не ожидает. Работать. Что вы думаете о черном списке? О чем? Черный список был, есть и будет, как черный рынок. Я напишу тебе сценарий за 12 сотен. И ты не хочешь поставить на нем свое имя? Нет, это ты не хочешь. Заплатите старику, он же гений. Тебе звонят. Кто звонит? Кирк Дугласа. Я снимаю картину о человеке, который восстал против всего мира. А название? Спартак. От режиссера Джей Роуча. Слушай, сколько я тебя знаю. Рассуждаешь ты как радикал, а живешь как богач. Не думаю, что ты хочешь потерять все это ради принципов. И продюсера фильмов на обочине Харви Милк. Снимем блокбастер и окажемся на вершине. И тогда вся эта гнилая структура рухнет. Уволь Дальтона Трамбо. Иначе мы отстраним тебя от тела. Полагаю, мы не договоримся. Все будет хорошо. Ты не осознаешь, что можешь потерять. Это война. Просто война. Скажи мне на ушко название своего секретного фильма. Может, я о нем слышала? Римские каникулы. Мы сделаем это. Мы можем их побить. Мы можем победить. Трамбо. Мы стоим на пороге новой эры спорта. И у нас есть возможность открыть спортсмена нового типа. Пардон, ребята, мой косяк. Сколько себя помню... Чемпион! ...я всегда мечтал... ...участвовать в Олимпиаде. Эдди, ты не спортсмен! Ты прав. Я не попаду на Олимпиаду. Я попаду на зимнюю Олимпиаду. И думать забудь об Олимпиаде. Поехали. Мне нужен тренер. Ты же понимаешь, начинать прыгать надо лет шести. Да вы-то откуда знаете? Бронсон Пири. Чемпион 68-го. Почему я о нем не слышал? Его выгнали из команды. Он неуважительно относился к спорту. Мне нужна-то пара советов. Даю бесплатно и завязываю. Вы не могли бы меня подтолкнуть? Подтолкнуть? Тут гораздо выше, чем я думал. Не сгибай ноги! Надеюсь, ты не сдашься? Я готов прыгать. Меня выгоняли из всех команд, даже не давая шанса проявить себя. Мне очень нужен этот шанс. Миру нет до тебя дела. Это не новость. Я знаю, что значит быть вычеркнутым. Я дам тебе шанс. Но придется попотеть. У нас нет желания иметь дело с нелепыми клоунами. Кажется, я немного описался. И неудачниками. Вы позорите наш спорт. Серьезно? Твой личный рекорд. И мы в позор. Я люблю доказывать, что люди ошибаются. Я должен это сделать. Ты сильнее духом, чем любой из них. Вот он. Британец Эдди Эдвардс. Дэдди Орел. Так ли тише? И он стартует! Сможет ли он совершить невозможное? Кристи, посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты кое-что уяснила. Очень часто люди, привыкнув к хорошему, сильно меняются. Мы добились всего благодаря усердной работе, терпению и смирению. Запомни вот что. Не смей думать, что мир тебе что-то должен. Потому что это не так. Мир не должен тебе ничего. Я закончила школу с отличием. Поступила в шикарный вуз. Живу здесь, пока родители разводятся. Знаешь, кто ты, Терри? Ты утечка газа. Мы тебя не видим, не чувствуем. Но ты потихоньку убиваешь нас всех. Может, твои мечты пока стоят на паузе? И это мягко сказано. Маме! Ты прекрасна. Могла бы выйти за любого. Доктора, адвоката, любого. А не этого. Даже не знаю, как его назвать. Ты хочешь поговорить об этом именно сейчас? Я верю, что чудо происходит в мире каждый божий день. У меня есть амбиции и есть идеи. Мы кое-что изобрели. Все очень серьезно. Но Джой никогда не занималась своим бизнесом. Это моя вина. Я убедил ее в том, что она больше, чем простая домохозяйка. Я не хочу жить, как мои родители. Пора раз и навсегда взять судьбу в свои руки. Хорошо, в добрый путь. Удачи нам. Ты взрослеешь и попадаешь в мир, где сталкиваешься с такими вещами, как деньги, криминал, предательство. Вы пытаетесь меня запугать? Заплати больше. Не могу. И не стану. И ты понимаешь, что у тебя останется лишь то, что ты создал сон. Ты в комнате. На столе ружье. Кроме тебя в комнате представитель конкурирующей компании. Лишь один из вас получит все. Ты схватишься за ружье, Джой? Я схвачусь за ружье. Значит так. Больше не смей говорить о моем бизнесе. От моего имени. Никогда. Когда она появляется, все взоры обращены на нее. Она предмет светских бесед. И то, что она носит сегодня, вы будете носить завтра. Императрица моды собственной персоной. Герцогиня Девонширская. Этой осенью ожидайте герцогиню. Вы должны принять возложенную на вас ответственность. И выполнить то, чего от вас ждут. Подарить герцогу сына. Вы думаете обо мне, когда мы не вместе? Не могу думать ни о чем другом. Это опасная игра, девочка моя. Кира Найтли. Все свою жизнь я плыла против течения. Ральф Пайнс. Я люблю вас в том смысле, в котором я понимаю любовь. Ты не можешь просить меня сражаться с собственным сердцем. Не сейчас. Не сейчас. Герцогиня. Герцогиня. Субтитры неизвестны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все нормально, тренер? Да... Мне повторить? Да... Мистер Оуэнс установил новый мировой рекорд! Хочешь выиграть золотую медаль? Конечно! Как насчет Берлина? Мистер Оуэнс, как вы можете оправдать свое выступление в Германии, когда в Америке столько дискриминации? Воу-воу-воу! Вы куда это намылились? Душ придет... Придется погулять, пока мы не закончим. Джесси, у тебя есть шанс нанести им мощный удар. Пока Гитлеру власти мы не должны участвовать в Олимпийских играх, чтобы проявить солидарность с угнетенным народом Германии. У тебя есть шанс войти в историю, и ты готов его упустить? Люди ждут, что я подам пример. Мне на все это глубоко наплевать! Но ты белый, Ларри! Тебе не понять! Люди рассчитывают на тебя. Но что я могу? Поехать в Берлин и сделать этих наций? Ты рожден бегать. Не слушай никого. На дорожке нет черных или белых. Есть только быстрые и медленные. Ничто не важно. Ни раса, ни деньги, ни даже ненависть. И эти 10 секунд... ты абсолютно... свободен. А вот теперь он уже красуется.